всем добра сородичи сегодня будем расследовать убийство джейсона мура бухгалтера вампиров бостона не знаю что он там натворил отчет в налоговую вовремя не сдал или часть денег бостонской комарилии направил на строительство своей виллы в коста-рике но кто-то отрубил бухгалтеру башку начисто галеб базори поехал в квартиру убитого чтобы во всем разобраться на месте с распределением очков тут все просто навыков после первой миссии вполне достаточно чтобы провести расследование убийства бухгалтера поэтому я просто вольнула чадро 45 очков во вторую ступень доминирования когда-нибудь пригодится приехав в квартиру галеб не стал использовать какие-то свои вампирские сверхнавыки а просто забрал жетон фб ровца у какого-то белобрысого на месте преступления галебу приходится представиться агентом смитом ну все хватит лирики у нас тут труп валяется включаем свое новое умение предчувствие незримого и изучаем документы убитого а потом можно и на тело посмотреть проницательности для подробного изучения нам не хватает можно было ее повысить но чего уж там работаем с чем приходится зато одного очка достаточно чтобы понять дырка в пиджаке была сделана с близкого расстояния дальше идем на кухню и смотрим блокнот на столике из записи нас интересует только последняя строчка в экстренных ситуациях набирать пура вида осталось только найти где это нужно набрать идем к блющему полицейскому и заглядываем в мусоропровод кто-то выбросил в мусор что-то кровавое явно тоже неспроста настало время поговорить с единственным свидетелем местным консьержем при помощи величия успокаиваем нервного старичка и пытаемся выудить у него хоть немного информации разговор предстоит долгий забираем у консьержа ключ карту от двери на парковку и настало время подкрепиться допросы так выматывают на сытый желудок отправляемся на второй этаж в первую очередь сворачиваем направо и изучаем сначала телефон жены хозяина квартиры по слухам она свалила на коста-рику но почему-то без телефона потом переходим в детскую и тут можно найти много интересного на стене куча фотографий нас интересует фотка с дня рождения джун дочери джейсона и дата 4 сентября 2015 года девочки стукнуло 4 не меньше интерес вызывает стол девочки они с подружкой играли шпионов и общались при помощи простенького шифра а в ящике стола можно найти дневник джун читать чужие дневники конечно нехорошо но к вампиру который к тому же изображает из себя агента фбр на месте преступления слова не хорошо явно не применимо из записи галеб узнает что девочка подсмотрела код на телефоне отца и записала его на доске чтоб не забыть это буква м надо будет запомнить переходим в хозяйскую спальню на столике можно подобрать старую монету но самое важное ждет на кровати изучаем разбросанные вещи джейсон куда-то в спешке собирался и зачем-то прихватил документы про свои дела с вампирами эти документы надо собрать и спрятать не нужно чтобы местная полиция знала о существовании вампиров а за сумкой лежат ключи от машины забираем и их с другой стороны кровати лежит телефон бухгалтера в общем-то галеб может его взломать но зачем благодаря записям девочки мы знаем код из переписки джейсона с женой узнаем что код от сейфа день рождения дочери а также находим фотографию явно неживой супруги бухгалтера похоже мура кто-то шантажировал и о серьезности своих сномерений сообщил похищением жены из спальни переходим в другую часть квартиры здесь находится кабинет в ящике стола лежит ключ от архива а внизу можно найти кнопку открывающую спрятанный сейф подходим к сейфу и вводим день рождения дочери джейсона 040911 из сейфа нужно забрать еще одну папку с документами и можно почитать про монтаж в квартире секретной комнаты уже интересненько надо будет ее найти с ключом идем в архив и со стола забираем еще одну пачку документов справа от кабинета находится библиотека и там уже копается один из полицейских оказалось что этот коп тоже ряженый как сам галеб этого гуля сюда послал совет вампиров чтобы почистить всю информацию об их существовании два человека с одним заданием это уже перебор глеб забирает папку с документами и другие находки правда приходится использовать доминирование случае неудачи дано лэхэнь именно так зовут гуля может и передать документы в полицию или просто послать галеба сказав что ничего не знает ничего у нее нет и вообще галеб ей не указ если оставить дану в покое то в конце миссии мы можем столкнуться с ней еще раз и вся работа пойдет на смарку но об этом в следующем ролике расскажу сейчас надо просто от нее избавиться приходится подоминировать еще пару раз и прогнать ряженую полицейскую чтоб под ногами не путалась настало время спуститься на парковку открываем ключами машину джейсона и из багажника забираем еще одну папку ну что за безответственность важные документы разбросаны по всему дому теперь можно и с парковщиком поболтать парковщика зовут уайт и он сразу признал в галебе вампира потому что и сам является слабокровным вампиром что-то слишком много вампиров такой маленькой локации но долго с ним сейчас разговаривать не будем быстренько сворачиваем беседу и забираем на выходе ключи этими ключами вскрываем машину у а это и забираем оттуда слабокровные часы снаряжение которое усиляет способности но в этой миссии не пригодятся осматриваем мусорку куда сбросили что-то кровавая но все баки закрыты придется вернуться к уайту чтобы открыть баки но парковщик прикинулся дурачком типа я не в курсах и вообще за баки отвечает мусорщик приходится надавить на вампиришку в конфронтации основной диалог можно провести не затратив энергии сначала намекаем что видели кровь в мусоропроводе когда уайт пытается запудрить галебу мозги отвешиваем ему леща и интересуемся почему он так упрямится дальше можно использовать убеждение но проще заявить что галеб и не должен отвечать перед каким-то слабокровным парковщиком и пригрозить гневом вампирского принца в итоге уайт сдается и отпирает баки тут мелкий вампир устроил свою лабораторию прямо в мусорном баке забираем какое-то снадобье в бутылке и отмычки а в баке напротив находим то что испачкало кровью мусоропровод это голова одного из телохранителей джейсона мура значит тело в квартире принадлежит охраннику а сам джейсон прячется в секретной комнате где-то в квартире поднимаемся наверх в хозяйской спальне в ванной комнате подходим к зеркалу которое устроено как пульт управления можно новости почитать узнать гороскоп и позвонить набираем пура вида ситуация экстреннее некуда получается код 78728432 тут же открывается дверь в тайную комнату там галеб и находит раненого бухгалтера сам джейсон тени в состоянии поэтому галеб дает ему выпить своей крови превращая мура в вампира чтоб он не помер по дороге перед этим лучше чтобы галеб был полностью сыт ему предстоит непростая задача пройти через толпу полицейских и лучше никого не убивать только забота ласка и убеждение галеб джейсон прячется О, мы должны идти к... Все нормально, офисер. Я обниму его. О, хорошо. Будьте близко. Эй, стоп! Не двигайся! Пусть твои руки под твоей головой, дамит! На землю! Я буду шутить! Это достаточно, офисер. Мой головой... О, черт. Вам надо меньше. Прямо с ногами. Рез seine головы. Я не смею, ты заседу и я! Растит! Мои ноги! Мои ноги! На ноги! Я не могу, я не могу! Если ты движешь, ты... Все, все, все. Все, все! Все, 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 все! Мои стоп! Все, все! Я не могу. Все, все, все. Все, все. Все, все. Все, все, все. А если вам не удалось прогнать Дану, даже если вы пройдете через копов, предстоит еще одна схватка. Дана захочет забрать Джейсона с собой. Если Галлеп уступит, то бухгалтер останется жив. Если же послать вампиршу, то Лехень пристрелит Джейсона. Такой у нее приказ. Как закончить миссию решать вам. Мне удалось избежать лишних жертв и забрать Джейсона с собой. Чего и вам желаю. Если хотите узнать все возможные варианты развития событий, подпишитесь на канал, прожмите лайкос. Ну и всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok